В Америке, в штате Оклахома, негру нужно было срочно выйти из автобуса, а водитель, который тоже негр, предложил подождать до остановки. В общем, решили они поразминаться. А рулить? Зачем рулить? А это Чикаго. Смотрите, тут негр подустал. Наверное, от размышлений, как жить-то дальше, и его нужно было взбодрить. Благо, есть неравнодушные люди. Байдену, который говорит, сколько раз Трамп должен доказывать, что нам нельзя доверять, уже ограждение ставят, чтобы не ушел в космос. Как-то один свинацист грозился на Абрамсе в Москву въехать. Абрамс уже прибыл, но есть нюанс. Он прибыл на выставку трофеев, как трофей. Может, оттого вид у него грустноватый. Через неделю в Кремле состоится инаугурация Владимира Путина, избранного президентом России на следующие 6 лет. Здравствуйте. Давайте посмотрим, что Владимир Владимирович, так сказать, наработал за 24 года управления, а я бы сказал, спасения нашей Родины. Какой расклад сложился на сегодня в России и за ее пределами? Какие задачи решены? Какие процессы запущены? И какие задачи еще следует решить для благополучного развития нашей Родины? Думаю, начать можно с 1999 года. Этот тост был определяющим. Очень хочется по русской традиции и по традиции священной земли Дагестана, где мы с вами сегодня находимся, поднять этот бокал и выпить за память тех, кто погиб. Секундочку, секундочку, секундочку. Но у нас с вами впереди много проблем и большие задачи. Вы это прекрасно знаете. Мы с вами не имеем права позволить ни секунды слабости себе. Ни секунды. Потому что если мы это сделаем, то тогда те, кто погиб, тогда получается, что они погибли напрасно. Поэтому я предлагаю сегодня эту суперку поставить. Мы обязательно выпьем за ним. Обязательно. Но пить будем потом. Потом. Тогда, когда эти задачи принципиального характера, вы о них все знаете, будут решены. Поэтому я предлагаю сейчас по походам перекусить и заработать. И началась работа. Кстати, тогда, в 99-м, дагестанская военная операция, если бы она провалилась, могла стать точкой невозврата для России. Благодаря тому, что дагестанцы, аварцы, лезгины, в общем, благодаря поддержке местного населения, России удалось не отдать Дагестан в руки террористам и отстоять свою целостность. А развала России западные особи ждали, грубо говоря, со дня на день. Потом еще была битва за нефть, газ, другие ресурсы, которые вот эта пьянь отдала Западу через соглашение о разделе продукции. В 95-м году был принят позорный закон о разделе продукции. Мы ведь не знаем, что до 2004 года мы, Россия, от нефти, от каждого нами заработанного нефтяного доллара, мы, страна, получали всего лишь сначала 20 центов, а потом 10 с каждого нефтяного доллара. Лишь к 2004 году Владимир Путин вернул наши ископаемые и их добычу под юридикцию России. У государства начали появиться деньги на восстановление армии, промышленности и так далее. Что в первую очередь делает хозяин ограбленной квартиры? Он в первую очередь покупает бронированную дверь и ставит на нее самый надежный замок. Вот это и начал делать Путин. Тем более, что квартирка-то у нас богатая, обнести ее желающих, весь коллективный Запад мечтает об этом. В 2007 году Владимир Владимирович счел возможным уже предъявить западным особям. Считаю, что для современного мира однополярная модель не только неприемлема, но и вообще невозможна. Сама модель является неработающей, так как в ее основе нет и не может быть морально-нравственной базы современной цивилизации. А западные особи тогда лишь посмеивались. Они говорили, кто такой Путин? Через 24 года после того дагестанского походного перекуса и цукцванга, который Запад приготовил для России. А цукцванг – это шахматный термин, обозначающий позицию игрока, при которой каждый любой последующий ход лих ухудшает его позицию. Так вот, через 24 года выхода из этой безнадежной позиции Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме объявляет. Уродливая по своей сути неоколониальная международная система прекратила свое существование, а многополярный мировой порядок напротив укрепляется. Это неизбежный процесс. И уже никто не смеется, потому что на сегодня Россия – это… видеонарезку того, что есть у России, из того, чего у западных полупокеров и близко нет, можно еще долго продолжать. Скажу кратко. У России сильнейшая армия экономика. Уже третий год. Нас на поле боя не могут одолеть более 50 стран. Европейские страны, ведомые своими макаронами, другими шольцами под дудку самоходного деда Бидона, бодро двигаются к клопам и червям. Как, например, Франция, чьи легионеры уже мал-помалу превращаются в перегной на Украине. Русские воины на окраине нашей Родины уничтожают фашистов. Ценой своих жизней они отстаивают право на жизнь нам, нашим детям, русской цивилизации, в которой есть только два пола, мужской и женский. Они хрен знает, сколько видов этих разных жидких и газообразных там, у них. Надо сказать, мы гражданские осознаем, какой подвиг сейчас совершают наши воины. Мы их ждем домой. Самое главное, чтобы пришли все домой живыми. И победа будет за нами. Комитеты семей воинов отечества работают сейчас, наверное, в каждом городе, селе, деревне нашей Родины, потому что отечественная война на Украине тем или иным образом затронула каждую семью. В Минусинске в субботу 27 апреля состоялся автопробег в честь героев-минусинцев и отдавших жизнь, уничтожая фашистов. Я понял, дайте нам срок, мы сметем этой нечисти ворох, наш народ не сотрешь порошок, его можно стереть только в порох. Машины проехали по центральным улицам города и проследовали на кладбище для участников автопробега, а это ребята, вернувшиеся с СВО, члены комитета семей воинов отечества, также студенты-волонтеры, почтили память о павших защитниках и возложили цветы. Смотря как молодые ребята помогают приводить в порядок могилки, менять флаги, так же как общаются с парнями, которые были на СВО, понимаешь, что не удалось сбыться американским планом по дебилизации русской молодежи. Что ж опять объясним дуракам наших дедов слова повторяя, мы всегда по любым вам заплатим счетам каждый раз 9 мая. На сегодняшний день можно уверенно сказать, Россия вернула себе статус супердержавы. Более того, мы находимся на переднем крае мирового национально-освободительного движения. Процесс отказа от доллара уже не обратим, о содружестве государства БРИКС созданной Россией. Может послать и нахуй весь этот клоповник G7 и НАТО вместе с ним. Олимпиада особей непонятного пола в центре этого клоповника во Франции нахуй никому не нужна. В общем, все идет по плану. Через неделю на инаугурации Владимир Владимирович огласит следующий план действий.